Тааак, кто спёр из моей Jet Set Radio гравитацию? Токио ТО будущего теперь стал больше похож на Луну. Без шуток, персонажи взлетают в воздух как ракеты, и после очень неторопливо приземляются, выставляя уже первую часть правдоподобным симулятором роллера. Так, что-то слишком сумбурно начал. Ничего, сейчас разберёмся. Здравствуйте, ребята! Ну что ж, всё-таки пришлось озаботиться покупкой Xbox Original ради возможности причаститься к сиквелу. Ну, не только к нему одному, благо на первоящике осталось как несколько очень годных эксклюзивов, так и куча топовых версий мультиплатформенных игр шестого поколения, потому не могу эту покупку назвать совсем уж бессмысленной. До всего этого мы тоже, надеюсь, однажды дорвёмся, а до чего-то дорваться уже успели ранее, но сегодня мы здесь для того, чтобы перевернуть последнюю страницу этой небольшой, но исторически значимой серии, по которой люди изгладались настолько, что уже самостоятельно делают духовных наследников, начиная с практически не выстрелившего, но стильного Hover Revolved of Gamers и заканчивая Bomb Rush Cyberfunk, выходящим уже совсем скоро. Ни для кого не секрет, что после падения Dreamcast некоторые игры и целые игровые серии, в былые времена ассоциировавшиеся только с консолями от Sega и каким-то чудом пережившие такое потрясение, разъехались по конкурирующим платформам. Одной из таковых стал и сиквел Jet Set Radio, известные игры про роллеров вандалов, сражающихся с конкурирующими бандами, копами и бездушными корпорациями во имя уличного искусства. Разработанная все теми же Smilebit и получившая добавку к названию в лице Future, игра грозилась не только исправить все то, что в первой части работало не так хорошо, как ожидалось, но и сохранить ту безбашенную атмосферу, ради которой в мир Tokyo Toh хотелось возвращаться вновь и вновь. Серьезность намерений Smilebit подтверждал и трейлер, демонстрирующие еще более вычурные, еще более броские дизайнные персонажи и окружение, большее пространство для самовыражения и, разумеется, все такую же знойную электронную музыку. Ну, что тут сказать? Давайте только нарушим традиции обзоров с банальными перечислениями типичных игровых свойств и сразу же пройдемся по огорчающим аспектам Jet Set Radio Future, чтобы больше к ним никогда не возвращаться. Не потому что кроме них ничего нет, а потому что к ним лучше быть готовыми заранее и тем, кто решил впервые познакомиться с бандой GGs и харккорным фанатом оригинала, дорвавшимся до первого ящика. Так уж получилось, что по мере продвижения по сюжету JSRF мой положительный настрой постепенно сходил на нет, и она все больше и больше озадачивала. И если первая часть к середине прохождения уже начинала подбешивать своей непростительной аркадной сложностью, требующей чуть ли не идеального контроля над героем, то ее продолжение огорчает практически полным этой самой сложности отсутствием. Не знаю, почему разработчиков вдруг бросило в другую крайность, но такое радикальное падение сложности стало следствием целого ряда факторов. В первую и, пожалуй, самую главную очередь, полицейские и всякие мафиози больше не преследуют героев непрерывно, а лишь эпизодически появляются в специально отведенных для этого местах. Что сделало ситуацию еще плачевнее, герои научились им противостоять, сбивая страж порядка с ног и раскрашивая их краской из баллончиков, тем самым перманентно выводя их из строя. Это... как бы так выразиться. Помните, как раньше мы творили уличное искусство под дулами танков и как уже на втором уровне уворачивались от шквал ракет, выпущенных в нас боевыми вертолетами. Вспомните и тут же забудьте. Отныне общение с законом будет сводиться к простой последовательности. Увидел копа, пнул копа, покрасил копа. После чего снова можно будет вернуться к спокойному исследованию уровней. Забудьте и про вездесущего капитана Анисиму, обладавшего поразительной способностью донимать всегда и везде. Пришедший ему на замену Хаяси даже и в подметке не годится по степени назойливости. Во вторую очередь убрали злосчастный таймер. Это одновременно и благо игры, и ее проклятие. С одной стороны, излишняя спешка в первой части порядка мешала погружению, раз за разом вырывая игрока из геймплея как раз в тот момент, когда он только-только входил во вкус. С другой же, отсутствие какого-либо ограничения по времени привело к злоупотреблению аптечками, которые восстанавливаются после использования на том же самом месте спустя несколько минут. Чтобы умереть в Jet Set Radio Future, надо играть не просто плохо, а… удивительно плохо. И хотя мне в целом понятно такое решение с Майлбит, и далее мы в его коне определенно залезем, но аркадный дух выветрился почти полностью. Третью очередь – прислабутая физика прыжков и последующих приземлений. Она стала напоминать погружение под воду. До той степени сильно причем, что вы можете десять раз успеть передумать, приземляться на какую-нибудь рельсу или бордюр, пока до них долетите. Поначалу будет вообще казаться, что из игры убрали как таковую возможность упасть с большой высоты и ушибиться. На деле же ее сохранили, однако расстояние, которое можно пролететь без вреда для здоровья, увеличили вдвое, если не больше. Зато к управлению такому весьма быстро привыкаешь. В четвертую очередь процесс рисования граффити упростили до предела. Отныне достаточно просто подъехать к нужному месту и, собственно, его разукрасить. Больше никаких кутейей и насилований левого стика ритмичными поворотами в разные стороны, а игра не наказывает за ошибки во время рисования в силу того, что их и допустить-то стало невозможно. С другой стороны, в этом есть и свои плюсы, так как в игре теперь можно поддерживать состояние беспрерывного движения без лишних остановок по случаю и без. Лишь бы краски хватало на все противозаконные делишки. Пятую и, наконец, последнюю очередь, что-то странное творится с цифровыми мозгами виртуальных соперников. Не могу точно сказать, то ли это я был так невероятно везуч, то ли действительно разработчики не доглядели, но соревнования с другими бандами на скорость часто завершались тем, что бедолаги намертво застревали в каком-то участке уровня не в силах из него выкарабкаться. Похоже, ситуация встречалась еще в Савочках, где надо покрасить недругов несколько раз подряд. Пару раз я остановился свидетелем того, как вражеский роллер неустанно долбился об стену, принимая на себя полную обойму краски, имевшейся на руках моего персонажа. Ну, это всяко лучше кривых догонялок из первой части, где из-за того, что покраска и центрирование камеры — это одна кнопка, оператор просто с ума сходил от попыток игрока разрисовать оппонентам спины граффити. Все эти пять нюансов в сумме привели к тому, что из игры полностью выбыл столь важный для спинно-мозговой аркады элемент хардкора, из-за чего заключительные уровни проходятся лишь немного труднее первых, да и то лишь из-за возросшего числа доступных локаций. А за финального босса, где боевая арена поставляет практически неисчерпаемый запас лечилок, так и вовсе обидно. Но даже без этого игра шикарна, ей-богу. Ну а теперь мы подсластим пилюлю и посмотрим на то, почему же в Jet Set Radio Future стоит поиграть даже после такого, казалось бы, немаленького перечня недостатков. Использовав ресурсы первого иксбокса, вышедшего на рынок одним из последних среди консолей шестого поколения, харизму оригинальной игры, сиквел приумножил во сто крат. Похорошило практически все. Персонажи заметно так подросли за летом, или если точнее, просто вытянулись в длину, а их прикиды стали еще более пестрыми и выпендрежными. Локации прибавили как в количестве улочек, так и в детализации. Появились побочные задания, выполняемые во время прохождения сюжетной линии и после нее. Но главным среди всех улучшений и самым непревзойденным достижением разработчиков стал сам Tokyo Toh. Город не просто порядком разросся вширь, а этапы не просто стали значительно более витиеватыми и размашистыми. Весь Tokyo Toh – это теперь одна большая и единая локация, по которой вы вольны свободно перемещаться хоть из одного угла карты в другой. Получили по радио новое задание – руки в ноги и вперед самостоятельно добираться до него. Отдохнули от игры немного и, включив ее снова, забыли о том, куда надо идти? Ну, спросите своих сопартийцев на базе GGs, представляющей собой гараж в центре города. Вдруг среди них найдется знающий. А учитывая, что на первом ящике от Microsoft после небольшой манипуляции с его внутренностями любую игру можно загрузить прямо на винчестер, что раз и навсегда избавит от подзагрузок с DVD, переходы между швами города практически перестанут ощущаться и портить чувство потока при прохождении. Не потерять ориентацию в пространстве также по мере сил будет помогать очень крутая трехмерная карта, подчиняющаяся правому стику и показывающая не только то, как близко вы находитесь к цели в общем, но и то, насколько она выше или ниже нас. А ведь правила вертикальности геймплея в сиквеле Smilebit уделили еще больше внимания. Забираться порой придется в такие места, о которых не догадывался ни один нормальный роллер. Как и раньше, нам надо разукрашивать улицы большого города всеми цветами радуги под звуки пиратского радио Jet Set Radio, которым заправляет неизменный, но уже порядком посидевший диджей профессор Кей, все также говорящий устами Билли Браун. Но при этом нельзя забывать и о регулярных конфликтах с другими бандами, очень недовольными тем, что какие-то безвестные новички вторглись на них территорию. И, конечно же, о выживании в стычках с правоохранительными органами, активно подавляющими любое правление юношеского безрассудства на улицах. Краска, как и раньше, валяется прямо на дороге в виде гигантских парящих над землей цветных баллончиков. И пусть во время создания настенной живописи все такая же неизменная живописная камера умело рушит ориентацию игрока в пространстве, я могу точно сказать, что после первой части поведение оператора в сиквеле кажется образцом благоразумия, благо здесь его еще можно как-то обуздать и направить в нужное русло. Классические арсеналы способностей персонажей никуда не делся. По рельсам, перилам и бордюрам можно скользить, по гладким стенам проехаться и оттолкнуться, на рампе подпрыгнуть и исполнить какой-нибудь трюк. Казалось бы, для полного счастья есть уже все, но за два года роллеры из GGs к новой игре про них научились многим новым вещам. Скользить по вертикальным поверхностям вроде столбов, окончательно нарушая последние сотки здешних законов гравитации, делать handplant на рампах, использовать power slide вместо обычного торможения. Кроме того, во время скольжения можно теперь делать различные трюки, вследствие которых протагонист почему-то начинает скользить быстрее. Да, кстати, еще один камень в огород сложности, поскольку свалиться с рельс из-за постепенного замедления стало в принципе невозможно. Но самым значительным нововведением стало использование, я даже не знаю как это обозвать, закиси азота блин, которая разгоняет персонажа до астрономических скоростей и позволяет ему достигнуть самых отдаленных участков уровней, что обходится в 10 банок краски. Учитывая, что лимит баллончиков, которым можно таскать с собой от героя к герою колеблется в районе 30 штук, неразумное использование ускорения рискует создать небольшие трудности при рисовании. Я уж молчу о порядком увеличивающихся шансах улететь на большой скорости в воду или пропасть. Хоть в игре и сложно умереть, лучше этого все-таки не делать. Сразу и без вопросов отправят в главное меню, нисколько не задумываясь о том, какую часть прогресса вы при этом потеряете. Роль вторичного досуга играет сбор так называемых Graffiti Souls, представляющих собой полупрозрачные логотипы Jet Set Radio, летающие в воздухе. Для прохождения они хоть и обязательны, но не настолько, чтобы прям вынуждать пылесосить их по случаю и без. Просто в одном моменте по сюжету потребуют собрать хотя бы 40 штук. Однако именно они вносят то разнообразие, без которого посещать старые локации Tokyo-To вообще не имело бы смысла. Обычно их около пары штук на уровень. Кроме них, в каком-нибудь укромном местечке таится специальная кассета, открывающая уникальный для каждой локации режим испытания. И тут уже начинается веселье в духе Тони Холлс под названием «Пойди еще разбери, что от тебя хотят». Всего на каждый район города приходится ровно пять испытаний, среди которых есть как и классические сделай столько-то трюков, так и особые, требующие либо каким-то невообразимым маршрутом проехать, либо по крышам пропрыгать, не свалившись и так далее. За выполнение того или иного челленджа открывается одна граффити-соул. Причем вы ее не получаете на руки, а лишь отображаете на уровне. Добираться до нее придется своими силами. Челленджи сами в целом адекватны и порой все-таки вынуждают сменить игровую позу средневой на сосредоточенную. Но я бы хотел остановиться на двух наиболее странных из них – сбор очков и особое испытание. Очки в Jet Set Radio Future – это такая наистройнейшая материя, понимание которой довольно долгое время ускользало от меня. Первое, что необходимо знать – очков, как таковых, в игре нет. В смысле, система подсчета очков есть, а хранилища общего скор-счетчика – нет. Как это? Игра считает очки только во время выполнения трюков, но после того, как вы приземлитесь на твердую землю, она их обнулит и при выполнении нового трюка начнет считать снова с нуля. Другими словами, от вас требуется собрать нужное количество очков одним и очень долгим трюком. Странно? Но это лишь верхушка айсберга. Самые чудеса начинаются, как только вы заметите, что некоторые объекты для скольжения дают больше очков, чем остальные. Чем они лучше или хуже остальных, я не имею ни малейшего представления. Однако, проходить задания на очки нужно именно на них, поскольку где-либо еще достигнуть требуемых значений практически невозможно. Что же касается спецмиссий, то с ними с технической точки зрения все в порядке. Другое дело, когда речь заходит об описании условия, которое нужно выполнить. Переводчики так старались уместить текст в одну строку, что некоторые задания вызывают лишь чё эмоцию на лице и оставляют наедине с полным непониманием того, что собственно делать-то. Зато за прохождение всех челленджей вам на этой локации откроется режим Test Run, в котором вы можете отточить свои навыки роллера и художника в битве за секунды. Лимиты времени весьма жесткие и особо бездарной игры не потерпят, но за достижения вам будут начисляться ранги Jet, Nitro, Turbo и т.д. Ничего не напомнило? Грубо говоря, за прохождение опциональных миссий в Jet Set Radio Future вы получаете Jet Set Radio… Обычный. Точнее, возможность играть в игру по правилам её предков, с суровым ограничением по времени и с высокой ценой за ошибку. До сложности оригинала как до Китая пешком, конечно, но в таком классическом режиме игра просто преображается. Сюжет, как и раньше, не стоит во главе угла и лишь аккомпанирует тому, что творится на экране. По сути, он лишь в общих чертах пересказывает события первой части под новым соусом, задействовав тех же актеров, других амплуа и других ситуаций. Так, очередная страница в истории Tokyo To теперь начинается Низбита, которая убегает из дома и решает схватить банду Ас Йо-Йо, ранее никакой существенной роли в сценарии не игравшего. Бывший главный герой же присоединяется к банде не сразу, да и то нехуй, из-за чего возникает вопрос в целесообразности его присутствия на обложке игры, который мы поднимать не станем. Вместе с этим в Jet Set Radio Future куда яснее проявился оттенок не то чтобы антиутопии, ну и не то чтобы киберпанка. В общем, Рукаку Групп, взводительские мафиози-корпораты из первой части, в сиквеле по факту уже победили, подмяг под себя весь Tokyo To и превратив его в свою вотчину бездушности и серости. И отважные уличные роллеры не просто живут свои уличные жизни, а противостоят окончательному художественному разложению города. Отсюда и сменившийся тон игры, сочетающий веселую жизнь вандалов и жестокое выживание в городе, где вам не рады. Но при общей малозащитности сюжета, Smilebit зачем-то уделили больше внимания взаимодействию между персонажами. Никто ж не подгоняет, и Tokyo To можно исследовать как угодно и сколько угодно. Потому неудивительно, что протагонист может пообщаться с другими членами банды, отдыхающими в гараже. Практической пользы от этого не очень много, ну разве что текущее задание сопартийцев вспомнить помогут. Но все-таки реплики коллег немного способствуют погружению в мир игры. Да и время тогда было такое. Графоманское. Зато уровень безумства происходящих событий по-прежнему превышает все допустимые нормы. Чего только стоит сценка, в которой злые злодии похищают профессора Кей вместе с его рубкой, из которой он даже на высоте в несколько сотен метров продолжает вещать для главных героев. В целом, сюжет выдержан в стиле серий и держит планку, поставленную первой частью. Но ему лишь немного не хватает той неукротимости юного духа и безбашенности, главными источниками которого были винтажные мафиози с афро-прическами, инспектор Анисима и тонны бронетехники, направленные против вас. Jet Set Radio Future куда более спокоен и заторможен в плане геймплея, отчего и сюжет кажется каким-то размеренным. Саундтрек написан Эдекин Наганумой в сотрудничестве со многими другими композиторами. Конечно, как могло быть иначе? Думаю, многие из тех, кто играл в оригинальный Jet Set Radio без выключенного звука, меня поддержат в том, что без Наганумы и его музыки сиквел потерял бы львиную долю своего очарования. Изрядно прибавив в агрессивности, его работы, как и всегда, поражают в самое сердце своим энергичным звучанием и офигенным ритмом, под который тело само пускается в пляс. Субтитры сделал DimaTorzok Часть его треков полностью новая и написанная специально для игры, часть — ремиксы более раннего творчества. Однако их все объединяет заметно изменившееся настроение. Биты стали жестче, появилась больше цемплированной гитары, речевые нарезки включены в звуковое полотно, не сказать, чтобы умереннее, но звучали они стали куда структурнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok «Исполнители», среди которых можно встретить и Ричарда Жака, и старых знакомых гитар Вейдер, и The Watch Brothers, в состав которой входил вокалист Beastie Boys, и BB Wright, и Escape Goat Wax, и Цибо Матто. На последний хотелось бы остановиться чуть поподробнее. В саундтреке представлен лишь один их трек под названием «Bird Day Cake». И он… как бы цензурно-то выразится. Очень панковский даже в своем звучании. Субтитры сделал DimaTorzok Один из тех случаев, когда после десятка вынужденных прослушиваний внутри игры он начинает нравиться уже не ради ей, а вопреки. С этим треком вообще ситуация забавная, потому что на вокале в Цибо Матто была Мико Хатори, оригинальный голос Noodle из Gorillaz. Что в этом забавного? А то, что первый дизайн Noodle, а если точнее ее странный головной убор, сочетающий шлем с наушниками, был вдохновлен ролершей GAM из первой же части Jet Set Radio, такой вот забавный круговорот. Хотя, наверное, и неосознанный, потому что Цибо Маттон, The Watch Brothers и прочие ребята попали в игру только потому, что Sega подписали контракт с вейблом Grand Royal, на котором они все тогда издавались и который накрылся медным тазом аккурат за год до выхода игры. Если что-то сейчас и мешает переиздать Jet Set Radio Future на современные системы, то как раз это самая погоня за разбежавшимися авторскими правами на треке. Как иронично, что в самой игре эта же музыка вещается через пиратскую радиостанцию Jet Set Radio, в то время как в реальной жизни приходится с каждым носиться, чтобы добиться прав на использование. Субтитры сделал DimaTorzok Но и работы внутренних музыкантов компании тоже получились далеко не хуже всяких именитых дядек и тетек. Про Нагануму мы уже поговорили и знаем, насколько он крут, а вот я бы хотел пару слов уделить Ричарду Жаку, который поставил для игры два, наверное, самых вощенных электронных трека, призванных подчеркнуть слово Future в названии. А учитывая, насколько разнородной солянкой стала пластинка с игровой музыкой, еще одну капельку разнообразия в ней никто даже не заметит. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы уместить эту кучу музыки, потребовалось выпустить аж две пластинки. Music Sample, содержащие в основном треки по лицензии от исполнителей не связанных с игровой индустрией, и Original Sound Tracks, где собрана основная масса в игровых треках. И какое счастье, что игра на сей раз была избавлена от расхождения в плейлисте от региона к региону. Благодаря контракту с Grand Royal все версии игры получили одно и то же музыкальное наполнение, которое не придется потом по крупицам собирать в один единый плейлист. Ну и разумеется, куда же мы без фанатского творчества? Уже известный нам по первой части Too Mellow выпустил сиквел своего альбома, отдающего дань уважения духу серии. Теперь под раздачу попал футуристический дух продолжения, сдвинувший парадигму вдохновения музыканта еще дальше в будущее. И хотя его порой уносило куда-то не туда с брейкбитом и другими направлениями, не имеющими никакого отношения к оригинальному саундтреку, Too Mellow на сей раз закинул планку продакшена куда-то в стратосферу, от чего первый альбом звучит на фоне нового как-то поигрушечного. Биты стали еще знайнее, в треках появилось больше мелодичности, да и разнообразие тем и идей не подкачало. Местами слышно, какими композициями из Jet Set Radio Future вдохновлялся Too Mellow, но в целом альбом привязан к своему прародителю где-то на уровне задумок. Игра исправила многие спорные моменты первой части, наплодив несколько новых. А я ведь даже не хардкорный геймер, но даже со своими клешнями от игры порой просто зевал. Блин, да даже сценарий ощущается не таким кислотным и безбашенным, когда над головой не свистят, постоянно ракеты и гранаты не падают у ног. Зато все остальное сделано на отлично. Город огромен, многослоен и крайне интересен для исследований. Отдельные его локации растянулись не только вширь, но и в высоту. А новые способности персонажей внесли новые краски в неизменный геймплей. Осталась одна лишь сложность – найти способ в нее поиграть. Хотя, пишут, эмулятор первого ящика уже подтянули до играбельного состояния, потому пропускать эту страницу истории Tokyo To я решительно не рекомендую. Да, затянул я, конечно, с этой диалогией, но количество работы по причесыванию текста, записью футажей очень пугало. Вон, созрел до покупки OSSC наконец, и тут внезапно эмулятор первого ящика стал нормальным. Но я все равно записал все с консоли, че уж добру пропадать. Ну и традиционно слова благодарности ребятишкам, поддерживающим мое заболевание на сервисе Boosty. Крыту в квадратных скобочках, DNA, Джеку Фейдеру, Никите Радостеву, Одину, Серджоу The Dreamer, Коракс Fame, Александру Кримову, Артему Черкасову, Владимиру Королю, Георгию Терентьеву, Павлу Василевичу, Роме Наборскому, Сергею Глатышеву, Щепычу, и Максиму Ференкову. Спасибо, народ! А я пока пойду в свое логово, думать над тем, какой еще годнотой вас порадовать. Хе-хе-хе. Ну а пока, пока! Звук ч romanки. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok